Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. Хакасию по приглашению общественной палаты посетил герой России Вячеслав Бочаров. С общественниками он обсудил вопросы патриотического воспитания молодежи и принял участие сразу в нескольких мероприятиях военно-патриотической направленности. Какова основная цель подобных встреч? Об этом мы поговорим с членом общественной палаты России Любовью Черчинской. Любовь Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Любовь Александровна, как я уже сказал, накануне нашу республику посетил герой России. Он приезжал именно по вашему приглашению. Скажите, какова основная цель вот таких визитов? Кроме Вячеслава Алексеевича Бочарова приезжал еще председатель Российского союза спасателей Сергей Викторович Щетинин. Вот два таких замечательных человека, которые приехали в нашу республику Хакасия с визитом именно перед Днем Великой Победы, 9 мая. И все мероприятия, в которых они приняли участие, это действительно значимые события. Первое мероприятие, которое прошло на базе общественной палаты республики Хакасия, это вот за этим круглым столом, тема была очень актуальная. Это государственно-общественное партнерство в вопросах патриотического воспитания. И как и представители некоммерческих общественных организаций и государственных структур, мы обменялись, послушали опыт работы, обменялись мнениями, идеями. И, конечно же, вот то, что Вячеслав Алексеевич Бочаров и Сергей Викторович Щетинин приняли участие в этом круглом столе, это, конечно, очень значимо. Потому что те идеи, те мысли, которые они донесли и до государственных структур, и для представителей некоммерческих общественных организаций, это действительно очень значимо. Второе мероприятие, которое, я считаю, произвело очень большое впечатление, это дети. И вот та встреча, которая состоялась в культурно-досуговом центре Заречья с учениками седьмой школы, членами военно-патриотического объединения со старшеклассниками, это было около 150 детей. И вот два человека, которых стоя приветствовали дети, А мы о Бочарове многое знаем, потому что именно по линии Общественной палаты Российской Федерации мы ежегодно 3 сентября проводим День памяти жертв Беслана и вспоминаем героя России Вячеслава Алексеевича Бочарова о том, как он первым вошел в здание, где были беззащитные дети и жители города Беслана. Сергей Викторович – это тоже человек, мужество которого покорило многих. Это человек, который участвовал, когда сошел ледник Колка. Это именно он со своими ребятами проводил спасательные операции, когда команда Бодрова, Сергея, да, и 26 участников съемочной группы, а также жители сел, которые были в этом ущелье. И, конечно, он рассказывает тоже страшные очень эпизоды, которые он видел своими глазами. Это тоже тот герой, на которого можно равняться. Любовь Александровна, действительно, вот подобные встречи, когда школьники могут задать свои вопросы, услышать рассказы от героев России, они действительно делают свое дело, да, и можно сказать, это шаг на пути к развитию патриотизма в нашем регионе. А если говорить в целом, какое участие, может быть, общественная палата нашего региона принимает вот именно в патриотическом воспитании молодежи? Кроме подобных встреч, что-то еще в республике проводится? В общественной палате республики Хакасия есть несколько комиссий, и одна из них как раз вот по делам молодежи, патриотическому воспитанию и волонтерству. И вот в рамках этой комиссии проводится много мероприятий. Понятно, что георгиевские чтения, выросшие из седьмой школы, превратились вот уже, по сути, российского значения, потому что принимали участие члены общественной палаты Российской Федерации. Но, кроме того, проводится еще замечательный проект, который реализуется несколько лет, общественная палата республики Хакасия. Это диалог с молодежью. Это диалог с властью, по сути. И вот этот диалог, он тоже играет большую роль, и не только в патриотическом воспитании, но и в гражданском становлении молодых людей. Я считаю, что это очень важно. Ну и, кроме того, конечно же, к 9 мая, к Дню Великой Победы, проводится очень много мероприятий. И автопробег, это тоже как одно из мероприятий, которое вот проводится в рамках патриотической направленности. Любовь Александровна, и перейдем к другой теме. В Москве началось общественное обсуждение законопроекта, уменьшающего административную нагрузку на учителей. Вы, как член общественной палаты России, тоже принимаете участие в этом обсуждении. Расскажите, в чем суть планируемых изменений и чем они вызваны? Будут внесены изменения в 6-ю и 8-ю статью федерального закона об образовании в Российской Федерации. На данный момент идет общественное обсуждение. И я была приглашена как эксперт на круглый стол, где мы обсуждали вот именно этот вопрос. И, соответственно, я так практик, и я, в принципе, каждый день сталкиваюсь с тем, что количество мониторингов, отчетности растет с каждым днем. И если посмотреть, проанализировать то, что приходит, это более, наверное, 300 отчетов в год. Но это значимых таких больших отчетов. А кроме того еще и различные отчеты, которые нужны другим министерствам, ведомствам и так далее. То есть суть этой инициативы как раз снизить количество отчетов для школ? Да, учителей именно, не для школ даже. Для школ как-то речи не идет. А я вот пыталась сказать, что именно для школ, для образовательных организаций нужно снизить отчетность. Но вот я не вижу абсолютно никакой полезности от этих отчетов. Если бы, допустим, провели мониторинг, узнали, что, допустим, какие-то проблемы есть, и на это выделялись какие-то средства для решения этих проблем, то тогда понятно. Но Министерство просвещения видит изменения в законопроект совсем в другом. Они хотят создать единый реестр. Единый реестр отчетности учителей. То есть я так думаю, что какие-то методические рекомендации будут разработаны, будут спущены региональные, как они говорят, министерства. Региональные министерства, скорее всего, будут разрабатывать эти реестры. А в целом, вот в рамках круглого стола, в котором вы принимали участие, все ли поддерживают действительно идею, что нужно снизить нагрузку, вот эту отчетность, бумажную, скажем так, волокиту? Все, абсолютно все участники круглого стола сказали, что необходимо снизить нагрузку. Не дают учителю развиваться так, как надо, потому что учителю и самообразованием нужно заняться, и качественной подготовкой для проведения мероприятий. А вот эта отчетность, она просто у учителя крадет время. Любовь Александровна, и еще одно мероприятие, в котором вы успели принять участие, это образовательный салон в Москве. Что нового вам удалось там увидеть? У меня была мечта попасть и в предыдущие годы. Он не первый раз проводится, но как-то так не получалось. Мы посетили два зала. В одном зале были высшее учебное заведение и профориентационные залы. И мы увидели, с каким интересом ребята, ученики 5-6-7 классов смотрят на робототехнику. Очень интересно было, когда в 3D смотрят фильмы по профориентации. Ребят просто было не оттащить от этого. Это был просто интерес. Мы понимаем, что учение должно быть основано на интересе. Ребенку должно быть интересно. Я представляю, когда, если бы, допустим, урок биологии провести в очках и 3D, посмотреть, как, допустим, делится клетка, или, допустим, по химии какие-то опыты, я представляю, как может возрасти качество урока сразу же. Кроме того, мы посетили еще зал, где очень много было педагогической литературы. Очень много интересного я узнала. Во-первых, есть ресурсы, которыми можно пользоваться. И я активно это сейчас пропагандирую у нас в республике Хакасия и среди абаканских школ. Это Я-класс. Это замечательный ресурс, который подготовит и к всероссийским проверочным работам, и к основному государственному экзамену. Если им воспользуются педагоги и заинтересуют своих детей и родителей, потому что родители там тоже могут подписываться, то я думаю, что в обучении детей это действительно сыграет очень большую роль. То есть какие-то новые технологии, новые методики, увиденные на этом образовательном салоне, вы намерены внедрять и в своей школе? Да. Любовь Александровна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова